Начну с ряда вопросов. Сколько времени в день вы уделяете зеркалу или фронтальной камере вашего мобильного телефона? Сколько селфи в год лично вы загружаете в ваши соцсети? Считаете это не опасно? Хорошо подумали? Самодеструктивная одержимость любовью к себе, увядающая тщеславие красоты, пустая забота о своей внешности, бездумное восхищение собой любимым, стремление к оригинальности, самоутверждению. Все это нарциссизм в чистом виде и примеры подобного рода можно часами приводить, чего только стоит Дориан Грей. Так у вас все еще осталось желание делать селфи и рассматривать бицепсы после тренировки. В эфире андроид фонда Сейкер и SCP-412. Мутагенное зеркальце. Объект номер SCP-412. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. В настоящий момент SCP-412 находится на складе 11 зоны 19. Изъятие объекта должно осуществляться с одобрения не менее трех сотрудников с третьим уровнем допуска. При этом изъятие может быть запрещено сотрудниками службы безопасности зоны 19. При работе с SCP-412 требуется надевать перчатки. Перенос должен осуществляться в непрозрачном контейнере. Взаимодействие сотрудников с объектом разрешается после ознакомления с протоколом безопасности R-7 и производится только при неукоснительном его соблюдении. Любой сотрудник, вступивший в физический или зрительный контакт с SCP-412, обязан пройти полный медицинский осмотр. В случае обнаружения у кого-либо из сотрудников любых физических изменений, означенный сотрудник немедленно помещается на карантин. Описание. SCP-412 представляет собой старинное ручное зеркальце размером 18 на 7 сантиметров. В левом верхнем углу зеркальце имеет трещину размером 4 сантиметра. Корпус украшен узорами, оформленными в виде лос и цветков шиповника. Только около процентов субъектов, имевших прямой зрительный контакт с объектом, докладывали о желании подобрать объект и посмотреть на свое отражение. Невозможно определить, по какому принципу зеркало осуществляет выбор субъекта. Выявление генетических, психологических и иных возможных критериев для выбора продолжается. При одновременном зрительном и физическом контакте между SCP-412 и субъектом создается связь, независимо от того, почему субъекту пришлось это сделать. Тесты показали, что связь возникает только при исполнении обоих действий – физический контакт и наблюдение отражения. Ни одного способа разорвать связь не существует, если не считать полную изоляцию на срок не менее чем 2 года. Связанные с SCP-412 субъекты чувствуют необходимость время от времени рассматривать свое отражение в нем. В первое время после контакта это происходит один или два раза в день. В течение нескольких недель частота рассматриваний увеличивается. Примерно к 55 дню время, уделяемое субъектами рассматриванию своего отражения в SCP-412 обычно начинает превышать время, уделяемое остальным видом деятельности и сну в том числе. Каждый просмотр вызывает в субъекте биологические изменения, которые начинаются с незначительных физиологических изменений, таких как расширение лимфатических узлов, высыпание на лице или изменение цвета кожи. Точная картина различается у разных субъектов, однако почти у всех на 90-й день наблюдается следующее. Грудная клетка разрастается вниз. Челюсть фиксируется в открытом положении кистами, вырастающими в глубине рта. Значительное нарушение деятельности иммунной и репродуктивной систем. Также наблюдаются периодические провалы в памяти и отсутствие эмоциональных реакций. Анализ магнитно-резонансной томографии показал снижение активности в миндалинах и теменной доле мозга субъектов. В ходе интервью субъекты демонстрировали одержимость некими иными, для кого они стали готовыми. У субъектов, выживших на поздних стадиях, более дней, начинают проявляться заметные изменения в поведении и более радикальные физические деформации. К последним относятся реорганизация внутренних органов, формирующая небольшую полость внутри грудной клетки, повышенное выделение слизи, изменение в выработке гормонов и данные удалены. Вскрытие субъектов, находившихся на поздней стадии, показало, что теоретически эта полость может быть предназначена для поддержания отдельной формы жизни. Это привело исследователей к предположению, что изменения, вызванные SCP-412, превращают человеческое тело в скафандр для некой формы жизни, не приспособленной для жизни в атмосфере Земли. Авторизованным сотрудникам следует обратиться к приложению 412-2 для получения дополнительной информации. Приложение 412-1 История обнаружения. SCP-412 привлек внимание фонда после серии странных смертей в штат, произошедших с теми же сопутствующими факторами, что и описаны выше. Троим из умерших принадлежали ручные зеркала одного возраста. Однако внешний вид зеркал существенно отличался. Из трех, только одно зеркало оказалось менее поврежденным. Когда было установлено, что зеркало вызвало мутации, оно было поставлено на содержание. Остатки двух других зеркал не показали аномальных свойств и были уничтожены. Тесты и наблюдения привели исследователей к теории о том, что SCP-412 не само зеркало, а некая сила, для которой зеркало служит лишь якорем. Эта теория не доказана, но любое зеркало, проявляющее такие же аномальные свойства, должно быть получено фондом и поставлено на содержание. Приложение 412-2. Инцидент 412-А. 2000. Д-56-653, находившийся в связи с объектом 201 день, прекратил рассматривать свое отражение и тихо уселся в углу карантинной камеры. Три часа спустя у субъекта начались судороги. Он начал хвататься за грудь. Спустя еще три минуты все прекратилось. Субъект неподвижно упал на пол камеры, по первоначальным оценкам, замертво. После подтверждения факта смерти, тело было изъято для анализов. В искусственной полости внутри грудной клетки патологоанатомы обнаружили тело небольшого, около 8 сантиметров, неизвестного гуманоида. Данные удалены. Он был связан с кровеносной и нервной системами субъекта и пустил вверх усики, проколовшие трахею субъекта. Сверху усики около 5 сантиметров. По клеточной структуре напоминали зрительную систему раков, хоть и более сложную. Происхождение и причина смерти организма пока неизвестны. Надеюсь, сегодня вы воочию убедились на еще одном примере, как опасен нарциссизм. Мы искренне желаем защитить и предостеречь вас и всегда советуем приобретать наши иллюстрированные документы на порталах artscp.com и vk.com.scpfoundation. Предупрежден, значит вооружен. Берегите себя!